Алиса Ивонина в два года и восемь месяцев стала участницей Лыжней России 2023 вне основного конкурса. Двое старших братьев-лыжников просто не оставили шансов пойти в другой спорт. Ей, как и другим юным участникам, нужно пройти 500 метров. Алиса с мамой немного схитрили. Срезали дистанцию и юная спортсменка пришла к финишу первой. Ура! 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 Молодец! Алиса не единственная юная участница Лыжней России 2023. Орфей Один тоже потомственный лыжник. Его отец – бывший профессиональный гонщик. Папа лыжник. Вот и все, у него одна дорога. Тебе понравилось? Еще будем участвовать в соревнованиях? Осталось 10 секунд? Будем, обязательно. Всего более 500 лыжников вышли на трассу на Первом Воронеже. Среди них как профессионалы и ветераны спорта, так и просто любители. На свежем воздухе – это, наверное, профилактика всех наших простудных заболеваний. Это радость. Здесь встречаются все любители лыжного спорта. Дети, взрослые, родители, спортсмены общаются. Все это провоцирует, как говорится, гормон. Счастье, да? Как говорится, счастья много не бывает. Почему решили участвовать? Ну, здорового в жизни. Просто проверить свои силы на дистанции. На что еще раз, и все. Хочу победить. Хотя бы в десятку войти. Лучше, конечно, с тройкой. Меня не спросили, но я тренер заявила, вот я и пошла. Во-первых, мотивация для себя, чтобы себя победить. В этом возрасте все-таки 60 уже. Самая массовая группа выходила на дистанции 5 и 10 километров. Три, два, один. С Дальнего Востока начинается прекраснейшее соревнование. Это даже не соревнование. Это мероприятие, это любимое мероприятие наших любителей лыжного спорта, лыжня России. И действительно, когда был дан старт, вот это вот многоликое наше спортивное сообщество любителей лыж, оно стартовало и ушло. Лыжня России – это ежегодная всероссийская акция, проходящая с 1982 года. На старты выходят сотни тысяч человек в более чем 70 субъектах страны. Максим Вонаков, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.